В 22-м году он служил в Гаге, потом приехал в Брюссель, он впитывал французскую культуру, итальянскую культуру, его разговорным языком был французский. И вот один из опытов Варламова в жанре романса и, в то же время, его интерес к французской опере, тот романс, который вы сейчас услышите, «Соловей, соловей!» обращается герой к соловью, прекрати свои романсы. Царица мужской красоты, Рукою нежной держишь ты, Молшебный скипетр вдохновения. Писал Пушкин этой женщине. Надо сказать, что две великих женщины, которые жили в этом просвещенном веке, которые обладали огромным запасом культуры, языков, талантом пения, талантом слова. Две женщины исключали такие творческие флюориды на туалетах и музыкантах, которые привели к тому, что творчество било ключом, и возникли невыкновенные зачинения именно из порывов души. И вот первое, о котором я хотел бы вам сегодня проснуться в программе, это Зинаида Волконская. Единья Волконская, рожденная Белосельская, Белозерская. Та самая Волконская, которая инициировала в свое время в Париже постановку российской эпохеры, итальянской Волширии, которая пела там, в Евгению. Та Волконская, которая имела знаменитый салон в Москве на Тверской, который в 1824 году был открыт, и пять лет просвещенная публика постоянно там находилась, и рождались великолепные зачинения. Наш сегодняшний вечер, друзья, своего рода поклонен тому прекрасному и далекому времени. Мне кажется, что даже облик наших сегодняшних молодых солистов напоминает о благородных ликах того времени, запечатлевшихся в картинах мастеров первой половины Ильбаса. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует...